Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. Считанные дни остаются до матча на звание чемпиона мира по шахматам 2021 между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном и претендентом на это звание Яном Непомнящим. Как пройдет матч, что подготовят чемпион и претендент их многочисленные тренерские бригады, узнаем совсем скоро. А сегодня поговорим о Королевском гамбите. Возможно, некоторым из вас известно, что летом этого года Ян Непомнящий записал видеокурс на английском языке о Королевском гамбите. Так получилось, что одним из последних турниров, в котором принял участие претендент, оказался онлайн-турнир про Чеслиги, где Ян Непомнящий помог команде русские чародеи одержать победу. И в этом турнире Ян Непомнящий применил Королевский гамбит, применил его трижды и одержал три победы. Поэтому я решила записать это видео и начать с вами разговор об этом удивительном, интересном, романтическом дебюте под названием Королевский гамбит. Ну что, поехали? Итак, первая партия, которую мы разберем. Ян Непомнящий видит Гуджратти на доске Королевский гамбит. Романтический дебют, первые упоминания о котором датируются 15 веком. Очень уж велико было в то время стремление белых воспользоваться правом первого хода и сразу же броситься в атаку, сразу же атаковать центр черных. Как и в любом гамбите, идея этой жертвы состоит в том, что соперник тратит время на ее принятие. Соответственно, у вас появляется время, чтобы быстро развить фигуры, использовать то, что пешка черных ушла из центра, соответственно, где-то захватить центр, ну и затем по вскрывшейся линии Ф организовать атаку на ослабившийся пункт Ф7. Тем не менее, взятие на Ф4 считалось чуть ли не опровержением Королевского гамбита. Так утверждал еще Роберт Фишер. Утверждал он так в своей одноименной статье «Опровержение Королевского гамбита», которую он опубликовал после своего поражения Борису Спаскову в 1960 году. В той партии он избрал так называемый гамбит Кизерицкого. Партию проиграл, во многом винил маневр этой пешки g5-g4 неподготовленный. Проанализировав эту партию, он предложил вот такой вот ход d6, который вошел в теорию как защита Фишера. Черные не спешат с ходом g5, однако имеют его в виду, и это продвижение является одним из основных в этом варианте. Вокруг хода g5 идет борьба. Слон c4 продолжил партию Ян Непомничий, и здесь ходом за черных является как раз ход h6 тем, чтобы после d4 в случае d4 сыграть g5 на h4 иметь возможность вот таким вот образом защитить ладью на h8. Но индийский гроссмейстер h6 ход не сделал, сыграл конь c6, белые пошли d4, атаковали на f4, и черные здесь сыграли g5. Но отсутствие пешки на h6 дает о себе знать, так как на ход h4 ход g4 уже неудачен, ввиду того, что белые как раз пользуются незащищенностью этого пункта. Пешка стоит еще на h7, атакуют пункт f7, и уже готовы после 0-0 слон f4 нанести решающий удар в районе пункта f7. Поэтому ход g4 на h4, конечно, неудачный, но стоит отметить, что в этой позиции уже не так просто найти хорошее продолжение за черных. С помощью компьютера нам это часто удается, но в лиц партии это очень-очень сложно. Практически единственным ходом, который уравнивает за черных в этой позиции, является продолжение коня 5. Очень важно, отмечает компьютер, прогнать слона с диагонали a2 g8 с тем, чтобы он не давил на пункт f7. И уже после отступления слона на d3 или на e2, следует g4, черные прогоняют коня с f3. На g5 уже играть можно, но это ведет к жертве фигуры, достаточно стандартной, правда, для королевского гамбита. То есть, возможно, такие позиции часто встречаются в различных вариантах королевского гамбита. В том числе белые могут отступить тоже достаточно стандартно для этих вариантов с надвижением пешки g на g1 и затем попытаться отыграть пешку на f4. Так или иначе, очень сложная игра, но коня опять ход делать надо было, потому что после сыгранного слона g4 в партии последовало аж, слона f3, ферзь f3. И как это часто бывает в королевском гамбите, если в неудачном момент потерять пешку f4, то у белых серьезный перевес возникает. Эта партия не стала исключением. На ферзь g5 последует просто слон f4, затем белые укрепят пешку d и ввиду слабости на f7, нехорошего развития у белых перевес. Поэтому черные взяли центральную пешку, ферзь f4, ферзь e7. И здесь белым следовало сыграть 0-0. Это приводило бы к достаточно серьезному перевесу. Ян сыграл более в блицорском стиле. Ход конь c3 сделал и предложил сопернику взять на c2. Забрать на c2 следовало. Это было самым принципиальным продолжением. Здесь остается только гадать, на что рассчитывал Ян. Ну, скорее всего, хотела дойти королем, не знаю куда. Допустим, на d1, конь a1. И вот здесь было бы интересно посмотреть, как белые бы вели атаку. Компьютер указывает на очень интересную идею g6. С тем, чтобы после fg вскрыть линию f. И это сказывается в варианте конь d5, ферзь d7, конь бьет c7. И белые внезапно выигрывают. Внезапно, как это часто бывает в королевском гамбите, все фигуры белых устремляются в атаку. И черные, неразвитость черных фигур сказывается. Вот такая вот вечно зеленая партия можно было бы сыграть. Неудивительно, что та самая вечная зеленая партия была сыграна именно в королевском гамбите. Но соперник Яна не решился на взятие c2, не захотел. Соавторы сыграли c6. Ну, c6 ход отрезает дорогу коню. Белые, конечно, просто уже защищают на c2. Хотя 0-0 ход тоже был интересным. И получается позиция с серьезным перевесом. Конь до сих пор у черных на g8. Король до сих пор в центре. После конь g5 слон g5, ферч g5. Вроде бы отыграли одну пешку черные, но продолжают висеть слабости по линии d и по линии f. Тем не менее, следовало черным пойти 3-0. Это был последний их шанс на какое-то спасение и попытаться перейти в эншпель, где они бы долго и мучительно делали ничего и, скорее всего, бы не сделали. Но так или иначе, в партии они сыграли конь f6 и король их остался в центре. Е5 последовал очень красивый удар, пользуясь опять же, тем, что король до сих пор на e1 и после ферзь бьет е5, теряется ферзь. А после d e можно было выиграть партию изящно конь e4, конь d6. Таким образом, привести коня на d6, сыграть ферзь c5. Ну и партия бы долго не продолжилась. Ян сыграл ферзь c5 сразу же, отрезая короля. Обратите внимание, вот эту позицию можно в детских справочниках давать с вопросом, можно ли черным делать рокировку. Ответ нельзя, потому что король и в длинную сторону, и в короткую ему придется пройти через битые поля. Это запрещено правилами. Попытались черные вытеснить ферзя белых с диагонали a3, f8, но рокироваться им в этой партии так и не удалось. Давайте посмотрим, как завершилась партия. ладья бьет f6 последовала. Можно было обойтись без этого размена, уйти слоном на b3. Но здесь уже много возможностей и простых, и более сложных. Вот такой вот красивый компьютерный вариант предлагает сильная машина. Выясняется, что несмотря на то, что вроде бы первый ряд слаб и у черных качество, но защититься от страшной угрозы b3 им не удается. После король g7 может последовать b3, а может последовать и ферзь e5. Вот с такой вот красивой матовой конструкцией. В партии все достаточно прозаично. Последовал просто ладья f3 без жертв. Белые просто съели весь. Все пешки практически черных. Слишком много пешек, несмотря на две ладьи за ферзя. Наличие такого большого количества пешек решает. Итак, это первая победа Яна Непомнящего. Идем дальше. Вторая победа, одержанная Яном Непомнящим в прочих слиге в королевском гамбите. Его победа против норвежского гроссмейстера, но не Магнуса Карсона, а Йона Людвига Хаммера, e4, e5, f4, d5, контр-гамбит Пальбейра и на е, d, e, f. Такой порядок ходов исключает, ограничивает несколько белых, не дает им возможность сыграть после е, f, например, слон c4. Поэтому считается самым точным, если черные хотят идти вот на этот вариант, который на доске. Конь f6, клон b5. И здесь основным направлением за черных является ход c6, который черным можно смело порекомендовать. Так, например, играла Катерина Лавнов против Яна Непомнящего в мемориале Смыслова, в лиц турнире мемориал Смыслова. Тоже очень интересная партия. 16 августа 2021 года была сыграна. Черные до определенного момента действовали очень сильно и полушаги остановились до полного уравнения. Но в этой партии Хаммер не сыграл c6, а сыграл слон d7. Слон d7. Ход более ответственный. Слон бьет d7. Конь b бьет d7. Последовало ферзь d7. Еще одно возможное продолжение, которое, опять же, Ян Непомнящий очень серьезно разбирает в своем видеокурсе. И здесь, на удивление, Ян сыграл c4. Все-таки гораздо сильнее и точнее было продолжение 0-0. Эту пешку на d5 белые часто отдают, так как надеются использовать время, затем отыграть на f4 и за счет преимущества в развитии получить приятную позицию. Это было верное продолжение за белых. Но белые, как я уже сказала, 0-0 не пошли. Сыграли c4. И черным, в свою очередь, следовало дать шаг на е7 с тем, чтобы практически вынудить белых разменять ферзей. Размен ферзей в королевском гамбите не всегда хорошая идея. c6 последовало в партии. dc. Вновь интересен был промежуток ферзь е7. bc. Вновь сыграли черные неточно. Вновь белые проигнорировали возможность сыграть 0-0. Следовало, скорее всего, начать с этого хода с тем, чтобы иметь возможность дать шаг по линии е. Последовало d4. И вновь у черных был ход ферзь е7. И вновь они его проигнорировали. Сыграли слон d6. Ферзь е2 последовала. Черные по каким-то причинам отказались от хода ферзь е7 опять. Но вот не лежала душа у них к этому ходу. Решили они лишить своего короля рокировки. Но такое серьезное решение вряд ли может быть порекомендовано в этой позиции. И возникла позиция с разносторонними практически рокировками. Здесь за белых был интересный ход g3. Они сыграли аж 4. И партия прервалась. На самом интересном моменте или черные сдались, или просрочили время. Все-таки контроль был 3 минуты на партию. И, к сожалению, мы не увидели окончания логического окончания этой встречи. Ладья е8. Следовало черным ходить. Но, конечно, вот эта вся конструкция и положение короля на g7 все заставляет нас думать о том, что атака белых, скорее всего, привела бы их к победе. Но, опять же, этого не произошло. После аж 4 еще одну победу одержал Ян Непомнящий в этой арене. Еще одну очко принес в копилку команды русские чародеи. И идем к третьей партии. И третья партия заключительная на сегодня. Заключительная для этого обзора. Ян Непомнящий. Нихал Сарин. Вновь королевский гамбит. И третья партия. И третье продолжение. Это особенность королевского гамбита, что у черных достаточно много хороших продолжений. Но, опять же, надо быть точным в этом дебюте. Конь c6. Сделан был ход. Выглядит этот ход несколько сомнительно. Конь f3, еf, d4. И эта позиция, которую мы видим на доске, разбирается в курсе Яна Непомнящего. И здесь он рекомендует за белый ход с восклицательным знаком, а именно ход ферзь е2. И отмечает, что черным тяжело после этого хода защитить на f4. А как я уже отмечала, если белые отыгрывают пожертвованную пешку, они уже, как правило, и как и в этой позиции, захватили центр. И получается, что вся их комбинация, связанная с временной жертвой пешки и захватом центра, прошла на ура. Поэтому, если сыграть здесь просто слон е7, то кроме ходов е5 и d5 может последовать и простой слон f4 с очень неплохой позицией. Поэтому черные часто просто так на f4 не отдают, пытаются эту пешку защитить. Но здесь ход g5 не такой очевидный, просто по той причине, что белые хотя бы могут забрать эту пешку и таким вот образом отыграть опять же пожертвованный материал. Кроме взятия на g5 можно сыграть и е5. Опять же, с интересной позицией, серьезной уже у белых инициативой. Партия, однако, ян ферзь е2 не сыграл, пошел d5, прогнал коня с c6, пошел конь c3 и собирается съесть на f4. Поэтому черным все-таки, все-таки, несмотря на то, что страшно, но очередной ход конем следовало сделать. После е5 еще один ход конем, но другим конь g4. И здесь у белых есть возможность вот таким вот несколько интересным образом отыграть пешку на f4. Но позиция сложная. Черные сразу же фигуру могут не отдавать. И так партию надо было продолжать. Черные же сыграли d6, пешку отдали. И получилась вот такая вот позиция с интересной пешечной структурой. Все-таки у белых больше пространства за счет продвинутости пешки. На d5 это чувствуется. Слон на е7, например, не может сразу же выйти. И, кстати, одним из важных планов и идей за черных является перевод слона на f6. Хотем ладья е8. Затем в случае h4 ходом конь h5 и ходом слон f6. Но позиция достаточно ответственная. И одно неверное движение. И атака белых может стать очень-очень неприятной. В партии было сыграно ладья е8. Черные не сыграли. Сыграли конь g4. Но этот ход уже серьезная неточность. Потому что конь идет не туда. У белых план h4, h5. И конь на f6 защищал важное поле h5. После же конь h5, король b1, конь 4, e5. Вроде бы все красиво черные сделали. Перевели коня в центр. Готовят ход слона f6. Но вот как раз ход h4 подчеркивает недостатки этого плана. Нет у черных времени. И вот эта конструкция из коней оказывается очень неустойчивой. слон g4. Попытка таким образом приостановить марш белой пешки. Слон e2, защищая на f3. И после ладья е8, h5, конь откидывается один назад. И вследствие этого теряет опору конь на e5. И вот таким вот красивым маневром белые выигрывают лишнюю пешку. И как принято говорить, у них лишняя пешка и лучшая позиция. Досматриваем эту партию. Достаточно легко Ян довел ее до победы. Выбил еще одну опору. Опору из под еще одной фигуры слона на f6. И пешка на h6 создает неприятные мотивы вокруг короля черных. Слон h4. И мы видим, что поле g7 может пригодиться для белого ферзя в случае взятия на h4. Ладья е8. Размен. Ферзь h3. И несмотря на такую кажущуюся слабость на e4, это пешка лишняя, и отыграть ее не так просто. Ввиду как раз слабости короля на g8. Например, если здесь побить на e4, последует конь e4, ферзь e4. И несмотря на то, что черные отыграли пешку, фигуры их достаточно связаны. И две слабости поле g7 и ферзь в фланг защитить им вряд ли удастся. Хотя, наверное, стоило побить на e4. И хотя бы, хотя бы, хотя бы где-то попытаться равное количество пешек удержать. Но партию, опять же, это вряд ли бы помогло удержать. Ну, так или иначе, черные сделали какой-то ход a6. Ферзь d3. Здесь разбираемся на конь e4. То же самое бы последовало. И затем, возможно, даже на движение пешки g, потом какие-то переводы ладьи. Но черные вновь проигнорировали взятие на e4. Белые таким вот образом перевели коня поближе к полю e6. И после того, как конь встал на e6, сопротивляться уже стало невозможным. И ввиду неизбежного мата черные сдались. Ну что же, три партии с королевским гамбитом. Три победы, три разных варианта. И так получилось, что этим видео я лишь начинаю серию о королевском гамбите. У нас скоро последуют другие видео тоже об этом дебюте. Поэтому пока мы готовим серию 2, 3 и 4, пишите в своих комментариях, играли ли вы когда-нибудь королевский гамбит, что вы думаете об этом дебюте. И какой вариант применяете за черных, если на e4 открываете свою партию ходом e5. Надеюсь, вам было интересно. Вы поставите лайк этому видео, и мы скоро с вами встретимся вновь. Не болейте, играйте в шахматы, играйте королевский гамбит. С вами была Александра Костенюк.